Сначала на Санчарском, потом на Клухорском перевалах, а теперь и в Донбайе представители автономного некоммерческого объединения «Глобус» и Министерства туризма курортов республики провели патриотическую акцию в знак поддержки российских военнослужащих участников специальной военной операции на Украине. Флаги России, Карачаева-Черкесии, РГО и буквы «З» и «В» развернули на фоне завораживающих вершин. Из Донбая репортаж Аллы Динаевой. Прекрасная донбайская панорама главного Кавказского хребта и водные косы, струящиеся с птышского литника, открываются, когда поднимаешься на верхнюю точку канатной дороги. Горы туристов, конечно, впечатляют, но приятно удивила и буква «З» размером 50 на 40 метров, которую в 10 утра развернули с белого полотна протяженностью 100 метров. А через час на склоне вместо «З» появился другой символ народной поддержки. Мы были удивлены. Мы спустились туда ниже, хотели подняться, но как-то побоялись это сделать. Мы, конечно, поддерживаем эту акцию. Мы поддерживаем наших парней, которые находятся сейчас на Украине в специальной операции. Вчера мы развернули букву «З» и букву «В» на Кухорском перевале. Сегодня вот на высшей точке Донбая. Развернули Андреевский флаг с крейсера «Москва» в поддержку тому, что дух крейсера «Москва» будет с ребятами, которые сейчас борются за то, чтобы больше не было погибших и раненых. Военно-исторической и патриотической экспедиции «Кавказ-2022», которая проходила в три этапа под эгидой Русского географического общества и известного путешественника Федора Конюхова, приняли участие свыше 300 человек из разных уголков страны. По ходу проведения акции мы видели, что население поддерживает нас. Люди приглашают в другие регионы. Они хотят, чтобы такая акция прошла и у них на их земле. Поэтому, конечно, мы только с радостью откликаемся и готовы потратить все наши силы, чтобы как можно больше людей было вместе с нами. Выложить букву «З», букву «В», чтобы поддержать наших ребят, как они там держатся. Помогала там, чтобы не улетала, покрывала, так сказать. Я его камнями накрыла немного. Кому ты помогала? Я всей нашей команде. А кто в команде там есть еще? Папа, мама. Приехали из Красноярска. В Донбай приехали вчера. И сегодня вот с самого утра на подъемнике поднялись на самую вершину. А там акция проводится в поддержку наших военнослужащих. Молодцы. Абсолютно поддерживают правильно. Надо, чтобы граждане правильно оценивали ситуацию. Да, конечно, видели. Да, акцию видели. Я считаю, что это хорошо, потому что с разных источников надо до людей доносить информацию о том, что, в принципе, происходит. Прием. Все, можно сворачивать полотно. Сейчас Владислав к вам придет. Начинаем. Приняли все, поняли. Высокогорная патриотическая акция в горах Донбая завершилась. А следующую они планируют провести уже на Эльбрусе. На высоте более 3000 метров великолепные пейзажи. Но помимо прекрасных гор, туристы сегодня охотно фотографировались на фоне надписи. Только что здесь завершилась акция и свернули букву, которая была на этом склоне. Аладдинаева, Роберт Жигутанов, Вести, Карачева, Черкесия, Донбай.